Пешеходы идут не расторопно, автомобилисты тоже никуда не спешат. Снегопад в очередной раз подкинул проблем и коммунальным службам и всем жителям Владивостока. За сутки с 22 по 23 декабря в городе выпало около 20 миллиметров осадков. Из-за метели в некоторых местах сугробы выросли до полутора метров. Инстаграм владивостовских пользователей пополняется со скоростью ветра. Каждый час новое происшествие на дорогах и тут же пост в социальных сетях. По официальной информации от ГИБДД во время снегопада в городе произошло 93 аварии. Причина – скользкие спуски и подъемы, а также недостаточная видимость. К уборке снега спецтехника приступила еще ночью и продолжает работать весь день. Последствия циклона ликвидируют более 120 машин. Это тракторы-щетки, пескоразбрасыватели, автогрейдеры, малая техника для очистки тротуаров. Первым делом – центральные улицы и подъезды к социально значимым объектам, таким как школы и медучреждения. На межквартальных участках дорожным службам мешают припаркованные у обочин автомобили. Администрация города рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте и просит не оставлять свои машины на проезжей части. «После окончания снегопадов муниципальное бюджетное учреждение содержания городских территорий продолжило работу по расчистке городских дорог от выпавшего снега. Производилось загребание снега с проезжей части и с последующей обработкой жидким химреагентом основных дорог». Штормовое предупреждение о начале сильного снегопада синоптики объявили еще 21 декабря. Сотрудники МЧС тоже были на готове. В крайне особо опасных участках федеральной трассы спасатели развернули пункты обогрева. Противогололедными материалами дороги Владивостока будут обрабатывать еще несколько дней. При этом об уборке снега должны позаботиться не только представители власти, но и коммерческие организации, а также управляющие компании и предприятия всех форм собственности. За несоблюдение обязательств юридическим лицам грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей. Доложна с ним от 5 до 10 тысяч рублей, а физическим лицам от 1000 до 3. Валерия Белоус, Станислав Лазебный, Новости на 8.